Кто в куклы не играл, тот счастья не видал, говорили на Руси. Для славянских народов кукла не способ развлечения, а предмет скорее обережный и воспитательный. Наши предки считали, что ребенку до 4 лет обязательно нужно давать теплые мягкие игрушки, чтобы душа не охладела. Светлана Гавришевская мастерит народные куклы уже более 5 лет. Свои навыки с удовольствием передает детям. Говорит, ребята меняются на глазах. Если мы делаем куколку, они говорят, а маму, папу, еще кого-то. То есть семья должна получиться. Куколку, которую сделал, ее не хочется ломать. Это, во-первых, даже у мальчиков прослеживается. Если вот обычно мальчишки ломают игрушки, которые им купили, чтобы посмотреть, что внутри, то традиционная русская кукла, она другая. Ее хочется оберегать, ее хочется заботиться о ней, укрывать. Традиционную русскую куклу мастерили только из натуральных материалов. Народ использовал все, что было вокруг – траву, солому, залу. Каждая поделка несла глубинный смысл и сохраняла родовую память. Матери сами делали игрушки для своих детей. А невеста, создавая куклу, показывала жениху, какая она хозяйка. Среди народных кукол и те, которые символизировали важнейшие явления народной культуры. Спиридон – солнцеворот. Даже поговорка есть «зимы на весну поворот». То есть он держит колесо в руках. Колесо – это символ жизни, это круг жизни, это древний очень такой сакральный знак символический. Это солнце. Почему? И солнцеворот. То есть именно вот зимы на весну. На выставке представлены куклы, которые традиционно мастерили во всех русских деревнях. Но есть и поделка, которая встречалась только на Самарской земле. Веснянка-сеятельница широко бытовала в Поволжье. Ее делали из дерева, наряжали в фартук, насыпали туда зерно и привязывали к тележному колесу. Считалось, что семена, которые высыпаются из ее фартука во время посева, помогают приблизить весну. Для всех желающих Светлана Гавришевская провела мастер-класс по созданию русской куклы. Выставка «Россия. Живая душа» пробудет в Центре российской кинематографии до 9 марта.